Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. К чему я стихи начал рассказывать Пушкина, поэта номер один России? К тому, что я нахожусь сейчас в усадьбе, где он, вот эти стихи, читал лично влюбленный в него, или она в него, в общем, их любовь была, Анна Керн такая, может помнить кто-нибудь, кто учился в школах в свое время. Он стихи посвятил здесь, за ней ухаживал, то есть легендарная усадьба. Вообще, эта усадьба, эта деревня называется Грузины, поселок Грузины. Почему? Потому что где-то здесь есть, я еще не нашел церковь, где-то грузинская икона Божией Матери. Кстати, надо понять, почему грузинская, но это отдельно. Кстати, я полугрузин, имеете в виду, как выяснилось у меня родственники из Грузии. А может, нет, это я тоже не знаю. Короче, смотрите, что осталась эта усадьба. А ее владела семья Полторацких, если я не путаю, Полторацких. Это, значит, у них что было? Это огромная историческая дворянская семья. У них был, во-первых, хор или капелла при императорском доме, тогда Екатерина, Елизавета. И мало того, они сюда приезжали, царицы. Вы представляете, как здесь километров 300, да, от Москвы, от Петербурга, километров, наверное, 500. И вот сюда они несколько раз приезжали, вот к этому Полторацкому, в эту усадьбу. Конечно, здесь было все по-другому раньше. И это что еще? А сам человек интересный про него прочитал. Он уже в двухлетнем возрасте был зачислен в Лейб-Гвардейский полк, вот в то время, как они зачислялись. А в 15-е он уже был поручиком, а затем воевал с Наполеоном. И мало того, что средового, с этого поручика довоевал до генерала. И в Париже даже был, когда там арестован, ну, в плен попал к этим наполеоновцам. И когда Париж освободили, освободили. После этого вернулся он в Россию. И за все заслуги он назначил, царь назначил его губернатором Ярославской области. Занимался благотворительностью, детей воспитывал. Ну, сделали в то время очень много. Люди из железа были сделаны. Да, люди из железа. Столько я посчитал биографию, это нереально. В одном человеке столько биографий. Ну, короче, а сейчас вот прошло столько-то лет. Это было 1830 год где-то плюс-минус. А сейчас прошло 200 лет. Вот 200 лет прошло, и вот от него что осталось. То есть ничего. То есть потомки оказались слабы. Как бы так были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри не вы и не мы. Смотрите, осталось только. Но ничего не осталось. А что там, покажу, это ваза или корона российского императора. А, как говорится, в советское время лучше не нашли, как здесь делать. Что, Михаил? Здесь был сумасшедший дом. Кстати, есть такая традиция. Во многих усадьбах во время Советского Союза были сумасшедшие дома. И в частности вот здесь. Там даже, покажи, там стены еще покрашены. Остатки от сумасшедшего дома. Остатки уже от дворянства ничего не осталось. Кроме вот этих царских мензелей. Сейчас зайдем, только не упади. Там покажи, где здесь был сумасшедший дом. Ну вот двери, видите, какие? Зеленые уже. Боишься? Да, здесь посмотрю. И уже и пожары были, и горелые, и нормалы, и все остальное. Вот наследие. А, на Керне, кстати, похоронено. Где-то рядом здесь. Да, километров сорок.